Слава Богу! Аллилуйя! Аллилуйя! Благословите Господи! Благословляй вас! Слава Богу! Да, друзья, слава Иисусу Христу, слава нашему Спасителю Господу! И ни в ком другом нет спасения, ибо нет другого имени под небом данного нам, людям, которым надвижало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. Братья и сестры, приветствую всех из Киева. Сзади меня вы видите уже Днепр, вот, и такой памятник, памятное место, прямо на берегу Днепра, ладья такая, лодка, да, и лебедь, да, царевна, да, и три князя. Киев, Хариф и Щек. По преданию как раз именно историческому, вот, собственно, вот с этих людей, как бы, с их прибытия сюда, вот, развитие началось города, именно как столица, как города. Это вообще история Киева, тысячелетняя история. Тысячи тридцать лет назад история резко изменилась у этого города, потому что крещение Руси тогда при князе Владимире произошедшее, оно действительно изменило ход истории во многом и направило уже в такое русло исторического христианства. И в этом году отмечалось тысяча тридцатилетия со дня крещения Руси, хотя, вот, в нашей церкви мы отмечали не только хорошие, будем так говорить, но и негативные последствия этого крещения, потому что оно было совершаемо, к сожалению, именно насильственно. Вот, христианизация сама проходила таким образом, но, друзья, сегодня, уже в наш век, 21-е столетие, сегодня молимся о том, чтобы действительно было духовное пробуждение народов, чтобы здесь, на берегах Днепра, славилось имя Господа Иисуса Христа, Некрестана, всегда-всегда, слава Богу, друзья. Вот, и молимся в эти дни о духовном пробуждении народов, молимся о духовном пробуждении Киева, Украины, и о нашем братстве, евангельском, православном братстве, информаторской, православной церкви нашей Христа Спасителя, нашей Киевской артибиоскопии, наших священнослужителей. Молимся о расширении нашего служения здесь и в Киеве, в Украине, ну, и по странам бывшего Советского Союза. Слава Богу! Благоставляю всех вас, дорогие друзья, огромное спасибо всем, кто уже за поддержку, молитвы, за ваши, вот, откуда есть шире, шире сердца. Слава Богу! Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Благословляю всех вас, друзья, вот приближу, пользуясь случаем, сам этот памятник. Вот впереди, видите, царевна, княжна, да, а здесь лавра видна, немного совсем, но видно. Поднимали здесь мешком. Тоже исторические места все, Киева. Прекрасный город, прекрасные люди, вот, и пусть духовное пробуждение будет здесь, на берегах Днепра.